так добрый день у нас было с вами одно из видео где говорилось что нужно научиться рисовать круг по часовой стрелке и против часовой стрелки из любой точки старта вы должны уметь круг рисовать именно кругом они овалом или квадратом доступными углами потому что кружок у нас является основой всех мотивов которые мы используем в орнаментах в дизайнах ну то есть как ни странно все считают что основой является какое-то художественное образование там закончить художественную школу или учиться рисовать это абсолютно не так значит и как я вам обе я сама никогда не училась рисовать и я рисовать не умею и поэтому я не владею никакими курсами школами и так далее я вам просто рассказываю и показываю как я научилась создавать дизайны с абсолютного нуля все что я вам рассказываю я это достала из своего опыта я не читала ни одной книжки о том как рисовать я не смотрела ни одного видео я просто методом проб и ошибок делала 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 чтобы понять как сделать максимально идеально значит вот мы с вами научились рисовать круг и первое задание которое вы должны сделать то есть вы можете прямо сейчас взять листочек в клеточку и повторять выполнять потому что задание у вас на сегодняшнем занятии будет много потому что мы проходим самые самые основы без которых дальше никуда это занятия самые основы также включено в предыдущий углубленный курс да вот смотрите мы с вами научились рисовать круг круг вы должны уметь также делать большого размера желательно от точки от точки до точки не от точки старта до точки финиша я наверно быстро говорю не останавливаться одним махом это делать уметь и вообще вы должны настроиться так что вы должны настроиться так вы не должны стараться вы должны позволить своей руке делать и исправлять если она сделала неправильно исправление ошибки ошибок нужно делать обязательно иначе вы абсолютно не научитесь вы должны анализировать то что вы нарисовали и исправить только в этом случае у вас будет эффект когда вы увидите что у вас получается когда вы что-то делаете и не исправляете у вас не получается не получается не получается и как следствие ваши крылья опускаются вам уже ничего не надо вы считаете что это не ваша а по сути вы просто не анализировали свои собственные ошибки значит вот с чего мы начинаем нам нужно научиться с вами рисовать доллар знаете как выглядит да такая буква с смотрите если продлить сейчас я другим маркером буду вам подкрашивать если нам продлить линии этой буквочки то у нас вот сюда по сути вместится такой же как бы кругляшок если вы с этой стороны продлите у вас тоже вместится круг то есть вот эти края буквочки с для чего мы эту буквочку и сделаем для того что любая веточка любой изгиб любой орнамент он имеет как прямые так и кривые линии у нас вообще по сути есть прямые линии кривые линии разные разные разного изгиба да и замкнутые какие-то фигуры на основе круга либо по сути круг это та же самая кривая то есть прямую линию и кривую может у нас нарисовать любой человек поэтому если у вас не получается не получается только из-за анализа так вот буквочка с обратите внимание она у меня идентична здесь круг и здесь круг то есть она у меня без наклона очень часто влияет почерк вот мы привыкли с вами да писать и уменьшать или делать наклон и в рисунке часто у нас все так же заваливается как понять завален у вас мотив или нет если вы с изнанки с изнанки листочек повернете и посмотрите если он у вас как бы гармоничный и вам не кажется он заваленным значит все нормально если вы видите что он заваленный значит у вас в рисунке присутствует почерк почерка быть не должно поэтому мы с вами учимся делать эти буквочки с без наклона чтобы они условно если у вас не получается так вы остановились так почему у меня не получилось допустим вы сделали вот такую вот с так почему не не получилось я во первых ее завалила вы должны себе сказать исправить исправляете потом вы вот тут я бросила и тут бросила а здесь загиб побольше значит исправляете еще раз допустим делаете уже еще раз и делаете пока у вас не получится как только у вас получилось вы на это упражнение считайте что сделали следующее к чему мы идем да нам нужно сделать ту же самую буквочку с только с подкручиванием подкручивание это когда она условно такая же только присутствует еще элемент подкрутки стараемся чтобы нижняя часть и верхняя часть у нас с вами была примерно одинаковая но верхняя у вас будет получаться чуть меньше значит что в этой буквочки с у нас вам также нужно будет делать пока у вас не получится у нас идет также сюда вмещается круг то есть часть буквы с повторяет как бы грань контур круга и вот сюда когда вы делаете заворот у вас тоже и должен вмещаться кружочек в этом случае у вас будет эффект тот что нам нужно посмотрите внимательно у нас везде круг вмещается почему и является круг у нас основой значит когда вы делаете эти буквочки с с подкручиванием размер значит здесь я вам показываю чтобы на видео было видно здесь у меня раз два три четыре пять пять сантиметров вы можете делать меньше а еще лучше чтобы вы и крупные могли делать и помельче вот вы делаете делаете когда у вас начало получаться начало получаться с подкручиванием вы можете поварьировать размером этих буквочек с то есть где-то меньше где-то больше вы то есть это упражнение сделали у вас получилось только после этого вы переходите к этому упражнению допустим дальше мы это рисовали но один эффект буквы с а нам нужно с вами научиться также рисовать во всех направлениях это вам пригодится а вообще где пригодятся дизайны мотивы дизайны орнаменты медальоны где это может пригодиться в общем-то везде любая аппликация рисунок основан на этом любая стежка которую вы делаете основана на этом машинная там машинная или ручная вышивка это все даже плетение кружева ткани которые делаются везде где есть мотив или рисунок это может пригодиться но мы должны значит буквочки эти с уметь с вами рисовать сегодня сделаем занятия вот сколько я вам успею вам вам дать потому что очень много новичков столько и будет материала потому что много а новички могут растеряться значит смотрите мы должны уметь рисовать букву с во всех направлениях чтобы у вас взгляд это кстати вам поможет и при стежке чтобы ваш взгляд фиксировал что при изменении направления вы не ошибаетесь ни с наклоном ни с пропорциями вот для этого вы должны уметь в разных разных направлениях рисовать то же самое если у нас это рисовалось так чтобы сделать по-другому мы должны ну типа как двоечка да делаем точно так же кстати может быть у вас вы даже сами заметите допустим с одной стороны у меня лучше с другой стороны у меня хуже после того как вы поменяли направление меняем направление по оси Y или X ну не важно в общем запад восток меняем направление то же самое вы должны уметь делать в другом направлении в горизонтали так а я сейчас это звук выключу а то и когда я не выключила сейчас в любой момент кто-нибудь так вот девочки вы должны ну и может и мальчики чудом кто нас знает кого сюда занесло так вот смотрите теперь вы должны сделать то же самое только вот таким образом так и потом тоже у вас должно быть гармонично если у вас получается негармонично вы себе должны сказать стоп стоять почему ты завалила почему ты тут круг не выдержала почему здесь мало а здесь много остановились и тут же исправили допустим исправили и только когда у вас получилось вы можете переходить к подкручиванию подкручивание это я просто так называю чтобы вам понятнее было да вы переходите к подкручиванию и заодно следите так вот здесь вот у меня допустим крупно вот здесь мелко так стопы а я хочу синхронно исправляете синхронно чтобы у вас были абсолютно идентичные если вы так вот справились то нам нужно справиться в обратную сторону правильно ой у меня какая коряга получилась еще раз так так исправили и делаем так же в ту сторону как только у нас получается это направление то мы уже можем делать с эффектом подкрутки подкрутки вот вот такое задание по идее вы в любом направлении должны рисовать значит слева направо менять направление снизу вверх да менять направление также вы должны уметь по диагонали делать и смена ну как бы это как это ну как я по компасу ориентируюсь диагональное построение тоже должны уметь то есть в наклоне уметь рисовать тоже гармоничные мотивы в наклоне уметь рисовать также гармонично не ошибаться может так следующее задание у вас будет для того чтобы сломать ваши стереотипы вот вы у нас рисовали кругляшочки у нас кругом вот кстати вот обратите внимание я подкладываю картон и вам рекомендую если вы на тетрадном листочке будете рисовать вы можете делать в карандаше но я все-таки рекомендую вам маркерами значит почему потому что дизайн когда вы делаете вы все равно обводите маркером и рука с маркером исправляет ваши погрешности в карандаше в карандаше вы так видеть пропорции не будете как будете видеть в маркере но это касаемо только вот как бы орнаментов эскизов которые используются для переноса потом допустим для стежки или для аппликации значит почему я вам говорила не нужно стараться когда вы очень стараетесь прям на этот бедный маркер давите и очень стараетесь криво у вас обязательно получится очень стараетесь ровно обязательно получится криво будет дребезжащая строчка дребезжащая линия и строчка тоже кстати из-за этого дребезжит то есть вы должны научиться просто делать ровно 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 одним махом не бояться если немножко рука потихоньку натренируется то же самое касаемо параллельных линий вы должны научиться вести параллельные линии сходящиеся расходящиеся в любых направлениях вы же все равно делаете смотрите как мы не сразу же на чистую на чистовую рисуем как бы эскиз мы сначала делаем карандашом а потом обводим маркером но чтобы видеть пропорции на этом курсе вам нужно все таки стараться к маркеру и маркером выполнять задания и вот это вот дребезжание вот то что вы стараетесь вы позвольте себе ошибиться позвольте махать рукой ошиблись ничего страшного тут же следом исправили сделали это просто кстати целая проблема когда человек настолько стремится чтоб у него получилось что у него никогда ничего не получится потому что мы делаем так на данный момент мы рисуем так как мы можем на данный момент то что будет через неделю это будет через неделю и конечно в конце этого курса который у нас из 15 занятий вы все будете рисовать именно свое и абсолютно божественно индивидуально ваше и я надеюсь что будет узнаваемо ваше хотя мы будем использовать все основы так к чему я эти линии до линии мы еще дойдем у нас с вами следующее задание которое ломает наши стереотипы значит вот мы с вами рисуем кругляшки ну я так буду полтора сантиметра у меня кружок и нам нужно нарисовать один круг побольше а другой поменьше такую неваляшку сначала мы просто синхронизируем что мы можем нарисовать небольшой круг и потом крупный и то и то является кругом да после этого мы с вами должны умудриться проехать второй раз по этому кругу и уйти по принципу восьмерки вот сюда чтобы у нас также сохранилась идентичность эти круги остались бы чтобы кругами завалов чтоб не было если у вас завал смещения так опять себе говорим стопы опять делаем проходим по этой же оси и методом восьмерки возвращаемся как так в чем ломка стереотипа вот как как только у вас получились вот такие неваляшки спокойно вам нужно сделать теперь точностью наиборот вы рисуете большой круг а потом уходите в маленький круг и обратите внимание что она у меня никуда не завалена ни туда ни туда и вот эти неваляшки вы должны рисовать пока у вас вот это вот ломка переворота пропорций не поменяется потому что у нас настолько мозг привык к этим восьмеркам что когда наоборот мы даже это не используем в мотивах хотя это это то что нам очень понадобится когда будет тема орбиты и бусы так следующее то же самое вот мы с вами научились вот эту буквочку срисовать да в разных направлениях теперь мы с вами должны сделать тоже такую ломку как бы я покрупнее рисую вы можете помельче рисовать как вам удобно значит такую ломку стереотипа делаем мы делаем маленькую петельку а здесь уходим в большую петельку и там и там у нас должен читаться круг и вот таким образом не знаю конечно сколько вы будете пересматривать этом и этот урок чтобы выполнить все задания вы знаете как делаете останавливаете на паузу делайте задания как только у вас получилось включайте дальше иначе вы потратите много времени а последовательность последовательность этих упражнений я даю так чтобы вы постепенно исправляя свои собственные ошибки подготовились к тому чтобы бах и начать рисовать орнаменты или дизайны или мотивы так значит вы сделали потом подкручивание контролируете так же и больше можно сделать подкручивание потом остановились и делаем в обратную сторону ну все то же самое пока голова не уразумеет как в одну сторону и как в обратную понятно да и еще лучше для отличников для отличников а у нас тут есть девочки которые были на углубленном курсе это два абсолютно разных курса просто начало основа в обеих курсах одинаковая так значит вы должны ее повернуть в разных направлениях и соответственно так я сейчас думаю думаю как так это у меня идет сюда а это у меня идет куда не так а вот так ну так вам уже понятнее будет для чего я вам объясняю почему вы должны в разных направлениях рисовать то есть смотрите так это у нас идет сейчас сама что нарисую не знаю понятно да вот допустим если вот этот мотив мы берем вот так вот удобнее нарисовать ну вот допустим когда такой мотив рисуют он из одного символа да состоит но синхронно с четырех сторон зеркально отображается и рисуется вот мы с вами вот сейчас чтобы понять не было вот тут у нас оси и любой и любой мотив мы можем отзеркалить варьируя направлением да и у вас может совершенно новый мотив сформироваться поэтому я акцентирую ваше внимание что любой из из мотивов первого задания которые мы делаем вы должны уметь поворачивать в разные стороны в разные стороны значит следующее задание переходим к следующему моменту это к тому как почему нужно уметь махать руками даже наверное первое ну хорошо ладно раз отсюда вот допустим у меня кстати тетрадь от четвертого размера так вот точка старта допустим вы должны уметь делать кривую раз остановились из этой точки выходите идете на расширение и возвращаетесь просто пока кривую делаем раз то есть такая сходящаяся линия и постарайтесь прям вот в тетрадке у себя стараться возвращаться в ту же точку обращаю ваше внимание так как скорее всего разборы ваших ошибок будут только на втором и на третьем занятии после первого занятия не будет потому что ну потом объясню почему так смотрите у меня сходится когда в точку у меня нет отступа очень многие девочки исходя из предыдущих занятий они вот так вот стараются и вот так вот мне делают нет так не пойдет нужно чтобы сходилась на нет сходилась на нет вот это вот тут двойку поставить надо с минусом понятно значит мы учимся делать кривые линии после того как мы их научились делать мы меняем направление так же меняем направление этих линий допустим если так мы шли так то нам нужно сделать вот так и то же самое делаем вы должны свои своей руке разрешить махать когда вы это сделали следующее упражнение которое мы можем делать смена можно поменять размер ну вот здесь у меня сантиметров одиннадцать с половиной а вам можно еще варьировать помельче покрупнее делать это вам все пригодится все вся вариация размеров размерами толщиной это вам лишний бонус вы более когда мы дойдем до момент до соединительных моментов в односложных дизайнах мотивах как сложно я говорю так когда мы дойдем до соединительных элементов тот кто варьировал размерами вот этих кривых толщиной и длиной тому он будет более свободен вот как вот как вы сделали вертикальные также вы учитесь делать горизонтали раз ну можно это назвать качели а можно назвать и не качели и в другую сторону при том вы должны обратить внимание у вас снизу вы всегда идете или сверху это вы тоже должны про себя знать потому что когда вы создаете какой-то дизайн эскиз вы должны оставлять пустоты и предполагать что там будет такой-то такой-то толщины веточек значит также делаем разные направления и чтобы совсем вас запутать чтобы ваш мозг мог видеть сквозь ваши собственные мысли и сквозь ваши собственные предположения ваших дизайнов вы можете также не отвлекаясь на нарисованное делать еще что-то параллельное и попробовать учитывать синхронность и тогда вы увидите что в перекрестьях тоже происходит много интересного это тоже нам понадобится на одном из самых сложных занятий дальше в курсе теперь после того как вы научились махать руками нам с вами нужно научиться махать большую букву с потому что у нас же эскизы могут быть разные я вообще на углубленном курсе давала прям в размер а4 мы должны были махать с вами мы сразу начнем более сложно так мы сделаем сразу букву с перекрестьями перекрестьями что такое перекрестье вот классическая буква с да вот вы вот так рисовали а теперь вам нужно сделать как бы толщину но вы сразу в связи с тем что я надеюсь вы все тренируете и сделаете мы сразу с вами это просто вы видели я по низу шла по нижней стороне шла можно идти по верхней стороне вы должны определить по какой стороне вам удобней рисовать эту букву с знаете знаете наверное мы даже потренируемся но это позднее немножко и мне нужно посмотреть как вы рисуете по отчетам чтобы понять что корректировать и вторую букву с вы пробуете делать вот таким образом рисуете также буквочку с рисуете также буквочку с только теперь получается вы делаете перекрестья все тоже самое ведете только делаете перекрестья давайте наверное на новом листочке значит еще раз вы рисуете букву с потом делаете ей толщину чтобы натренироваться параллельному виденью и параллельному движению руки можете делать вот так параллельно линию потом можете еще раз повести линию но все сходится у вас в точке кстати очень будет хорошее упражнение для отработки зрения вот это зрение как не обращать внимание на другие мотивы ну на уже нарисованное чтобы вникнуть в то что дальше вот после этого вы берете делаете также букву с только начинаете ее менять с помощью двух пересечений раз пересечения два пересечения пересечения у нас может быть любое количество все зависит от того как далеко у вас это пойдет у нас будет момент еще вполне возможно про ленты ну не факт что ну про ленты добавлю я кусочек теперь смотрите вы должны эти буквы буквы с двойки также рисовать во всех направлениях значит еще раз повторим раз так два направления три четыре и с подкручиванием как большую буквочку с рисовать с подкручиванием давайте разбирать с подкручиванием и с переплетениями да сосредоточились делаем так же остановились можете дальше зайти но остановились вот так же по касательной выходите первое пересечение второе пересечение третье четвертое и у вас она будет более живой она будет казаться как бы такая как пружинка в пространстве остановите и остановите на паузу и пересмотрите еще раз попытайтесь повторить то есть подкручивание это у нас вот сюда больше заходит оно может быть сильнее подкручено меньше подкручено и точно так же вам нужно потренироваться вот эту наверное на этом у нас первого урока становится и вы не справитесь судя по всему так вот смотрите и направление делаете остановились возвращаемся по этой же линии вы должны понять в каком месте куда толщина должна уходить вы должны понять что завиток если вы внутрь неправильно пойдете он у вас как бы приплюснется вы поймете делая это упражнение в каких случаях прям просится расширение расширение ну как бы округление этой детальки понятно и так же во всех направлениях вот как мы с вами изучили любой мотив мы делаем во всех направлениях каких понимаем слева направо справа налево снизу вверх сверху вниз и вы увидите что некоторые мотивы допустим вообще у вас не идут значит в этих мотивах нужно анализировать и тренироваться значительно больше понятно больше времени этому уделить еще есть хорошее такое упражнение для синхронизации тоже оно на основе круга ну вот давайте так из точки и вот выходите и выходите вот такой спиралькой и все у вас должно повторять круг ну и вот так вот продолжайте а потом на сужение идите и заходите внутрь с тем же отступом заходите внутрь с тем же отступом заходите внутрь и вдруг в какой-то момент вы поймете что зрение вас ну не меш вы когда делать будете упражнения поймете насколько много вам всего мешает а когда вы сосредотачиваетесь вы способны это сделать легко это просто такая у вас будет тренировочка ну и все таки наверное сегодня на сегодняшнем занятии закончим на следующем занятии у нас будут также важные основные моменты но и но вам будет сложнее если вот эти все задания вы не оттренируетесь значит можете просто на листах а4 не обязательно в клеточку но самое главное что вы делаете вы переходите сделав первое задание переходите ко второму только если у вас получилось предыдущее если вот после первого занятия проверок не будет но когда будет второе задание будет будет отчет проверка и там сразу будет видно кто первое задание качественно выполнил а кто прохалтурил кто себя не проанализировал если вы не исправите это на начальном этапе все чему вы будете учиться дальше вам не поможет вы все все там завалите и перепутаете поэтому у меня просьба внимательно к этому заданию подойти и еще давайте сделаем такое раз у нас уже вот мы с вами рисовали буквочку с у нас была такая подкруточка теперь смотрите вот если представим это мог бы быть замкнутый кружочек от него тогда по принципу восьмерки идет в обратную сторону и тут у нас завитушечка бросили ее теперь в другую сторону завитушечка и в противоположную сторону по принципу восьмерки попробуйте так если у вас это все получается с подкруткой часть буквы с с подкруткой если у вас это все получается значит поварьируйте размером вот это допустим идет большая потом внезапно маленькая потом опять большая потом опять внезапно маленькая поварьируйте маленькая большая порисуйте порисуйте вот прям строчки вообще на самом деле кто обучался тот знает что лучше всего вот прям сесть уделите этому один час или полтора и у вас зато все уже получаться начнет так ну все на этом первое занятие наше закончено отчета по нему не будет а об отчете который дальше будет вы узнаете на втором занятии второе занятие ну как бы ссылку я вам предоставлю все всего доброго все вы в